конкретный факт что главное главное именно составляющая вообще всего в жизни хорошего это благодарность хорошо что мы книгу как уже изучили и сейчас мы будем увеличивать радость почему мы увеличиваем радость знаете потому что сейчас месяц адар а в месяц адар что нам говорит тора марбин байсимха увеличиваем радости есть даже специальная песня такая поют миша и миша и миша них на садах марбин 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 байсимха когда пришел переводится месяц адар мы марбин увеличиваем умножаем в радости вот такая вот у нас есть песня теперь сегодня мы начнем с нигде быть в радости снеги начнем быть радости шаблата всем хорошей недели и сегодня автор книги которого зовут рон вебер рон вебер значит он нам предлагает подумать над следующей мыслью называется глава которую мы сегодня изучаем лавуд работать над радостью это критическая вообще вещь она нужна вот яков шатадин да он думает у меня есть столько частей тора он знает иврит арамит может учить кабалу может учить мусар алаху там в торе множество множество есть вещей а помимо тора сколько есть вещей вообще бесконечное количество так изучать радость это критично или нет он спрашивает почему задают этот вопрос значит потому что вопрос этот насколько это важно мне до любая вещь которая занимаюсь этот вопрос он определяет сколько времени я выделю на это и сил в порядке моих приоритетов то есть если эта вещь для меня важная то тогда я найду для нее время если она неважная то я буду всячески и и откладывать используя модное слово прокрастинация и так далее еще он говорит давайте выясним ну во-первых говорит без мотивации невозможно не только двигаться но если ты даже разогнался у тебя мало мотивации то любая любая преграда тебя остановит но если у тебя много мотивации если это для тебя важно если это для тебя критически важно то ты преодолеешь любую преграду он приводит пример как человек который курит и думает о том что надо бы бросить курить у него немного мотивации но если ему врач покажет снимок его легких и скажет что смотри значит ситуация критическая то у него будет больше естественно мотивации теперь он говорит такую вещь прежде всего значит давайте проясним такую вещь что есть такое понятие состояние эмоциональное называется оно радость да симхана верите его учитель раби нахман из браслова его самое знаменитое высказывание что большая огромная заповедь жить в радости митсвах дуря льет басимха льет басимха льет басимха быть в радости всегда а тора нам говорит что проклятия приходят на человека который не служит богу басимхат лев с радостью в сердце убыту ваколь и когда у него все хорошо то есть это очень принципиальная тоже вещь что тора нам говорит что если всевышний дает тебе добро а ты неблагодарный и ты ему не служишь в радости когда у тебя все дает это является причиной того что потом приходят проклятия это очень такая серьезная мысль и если ее понять осознать то мы конечно очень все в неоплатном долгу за все эти радости которые нам давал годы а мы все время были большинство людей просто знаю по себе все время сосредоточены не на том что есть а на том чего не хватает и конечно потом многие удивляются почему забирают то что было было же так хорошо а потом вдруг все плохо потому что когда было хорошо ты не был доволен и не был благодарен всевышнему и не служил ему с радостью в сердце когда было все хорошо прям прямым текстом то не написано он говорит смотрите первое что нужно яснить что есть такое понятие как радость оно есть второе значит любой человек может испытывать радость в разные части дня то есть если мы посмотрим ну кроме там клинической депрессии то может быть я не знаю может быть они иногда улыбаются но обычный человек он бывает что в течение дня он тут посмеялся тут порадовался тут погрустил тут и так далее есть понятие радость иногда человек в течение дня он радуется третью вещь в которую нужно понять и поверить и осознать что радость моя она зависит от моей внутренней личной работы а не от других людей или не от событий внешних у меня у меня недавно была ситуация когда я очень устал и какая-то шутка там жены которая была шуткой если бы это была шутка утром днем и так далее я бы вообще может быть и посмеялся но та же самая шутка когда я был в состоянии большой усталости то она меня вызвала совершенно противоположную реакцию то есть получается что радость она не зависит от внешних обстоятельств или от других людей она зависит от меня это третье то что он говорит и четвертое если я не буду работать над своей радостью на постоянной основе долгий период времени что я не смогу ее удерживать долгое время то есть даже если она у меня будет подниматься по каким-то случайным параметрам то если я не буду над этим работать то у меня не получится ее удерживать теперь он говорит а вопрос возникает а нужно ли ее удерживать вообще вот теперь давайте выясним каждый для себя насколько важны для нас вот эти вот уроки уроки жизнь в радости то есть я собираюсь их делать ну с божьей помощью до конца месяца Адар это сегодня у нас сегодня у нас шестнадцатая семнадцатая Адара шестнадцатая Адара значит нам остался еще месяц плюс четырнадцать дней еще полтора месяца где-то уроков тридцать точно мы будем увеличивать в радости как написано когда пришел месяц Адар увеличиваем в радости в этом году два месяца Адара так мы шестьдесят дней увеличиваем в радости поэтому приготовьтесь так насколько это важно он говорит давайте подойдем к вопросу мы не будем брать какие-то серые тона мы возьмем что у человека есть два состояния всего или радость или грусть все то есть мы не будем смотреть на полу тона а будем вот сравним сейчас радость а если ты не рад если у тебя нет радости тогда ты грустный то есть сделаем просто чтобы разобраться он говорит давайте сравним значит какие есть давайте вначале рассмотрим какие есть ущербы какие есть негативные последствия от грусти давайте первое он приводит последствия негативные от грусти что усталость увеличивается то есть человек грустный ему грустно и он такой весь подавлен лицо у него такое подавлено и он уставший обычно грустный он уставший я не видел никогда грустного не уставшего он говорит грусть увеличивает усталость какое еще негативные последствия от грусти нету желания и нету фокусировки то есть грустный человек отцу в такой он он такой Что ты хочешь? Ничего А может это? Что? Нет То есть грусть, она не хватает желания Нет мотивации, нет фокусировки Дальше, когда человек грустный Он или ест больше чем надо Или вообще не ест Когда ему грустно Он или Да, или заедает грусть Или теряет аппетит Значит, дальше Еще негативный аспект грусти Что человек падает В вредные привычки и вожделения То есть, когда человеку Грустно, то естественно рука тянется К бутылочке Или к чему-то похожему И значит Залить грусть И он может стать алкоголиком Дальше, когда человеку грустно У него включается еще Бывает гнев и раздражительность То есть, грустный человек Он гневливый, раздраженный Он ищет, на ком бы сорвать свою грусть Дальше У него тискуль Тискуль это такое разочарование Он разочарованный во всем И как следствие Грустный человек Он отдаляется от общества И он уходит еще больше в себя Получается Что грустный человек Это минусы грусти Теперь рассмотрим Плюсы радости Значит, что нам дает радость Ощущение жизненности Тхушашель хают То есть, человек радостный Он наполнен ощущением жизни Бриют Доказано, что радость Это мы предыдущую главу изучали Я на эту тему сейчас тоже посмотрел Разные исследования Уже ученые однозначно доказали Что радость Она усиливает иммунитет Я даже записал видео Вот сегодня выйдет у меня на канале Улыбнись, убей микроба Значит Когда ты улыбаешься Ты реально убиваешь микроба Когда ты грустишь Доказано Вот, например Я знаю людей Которые каждый раз После стресса Заболевают воспалением легких Потому что у них падает Падает иммунитет Значит Дается Жизненная сила от радости Бриют Здоровье Тфука Гуа-ютер Бавуда То есть Ты более В работе Ты более так ярко работаешь Когда ты радостный Да Однозначно Значит Позитивное Позитивное Влияние На тех Кто тебя окружает Появляется Взгляд Оптимистичный Взгляд На жизнь Появляется Позитивное мышление И ты Сфокусированный И Растет Бетахон от СМИ Бетахон от СМИ Это растет Уверенность в себе То есть Радость Дает все вот эти плюсы Грусть Дает все вот те минусы Дальше Он предлагает нам Каждому сделать Упражнение И для себя Лично Составить этот список И каждому Из позитивных Последствий Радости Добавить Еще несколько Следствий Еще более Позитивных И каждому Каждому Негативному Последствию Грусти Добавить Еще Последствия Негативные И что Получается Получается Что Быть веселым Это критик Как он говорит Насколько это критик Это критически Важная вещь И он пишет В конце Что Мне кажется Что нет Человека В мире Который Не хотел бы Быть Более радостным И Весь вопрос В том Насколько это Тебе важно Потому что Если это тебе важно У нас впереди 30 уроков Которые Однозначны Так как мы пользуемся Эта книга Вот эта книга Вот эта книга И все остальное Значит Смотрите Вот эта книга Вот То есть Так как у нас Здесь полно Полно Источников Для радости То Важно только Чтобы вы Сейчас по Десятибальной шкале Для себя Написали Насколько для вас Важно Увеличить уровень Своей радости И как только Это становится Для вас важным Вы начинаете В это вкладывать Работать Учиться И радость вырастет Все Значит С этим мы разобрались Да Уроком Теперь переходим К книга Которая называется Улыбайтесь Это книга Психолога Иеравина Авраама Цви Шварца Я вот сегодня Разобрался Как ей пользоваться Значит У него здесь Коротенькие Такие Прям Буквально Коротенькие Идеи Каждая Из которых Каждая Из которых Мы будем Ее отдельно Брать Я думаю Три дети Мы будем Разбирать За урок Но Каждая Из них Если в нее Вдуматься Она Это такой Рычаг По увеличению Радости От жизни Итак Сегодня Глава Вторая Сила Она Называется И первое Что он Здесь Пишет Это Контроль Значит Он Говорит Давайте Подумаем Вот Насколько Мы Импульсивны Каждый Человек Он В какой-то Мере Импульсивный Но в Какой-то Мере Он Умеет Сдерживать Сдерживать Свои Импульсы Он Говорит Конечно Это Понятно Говорил Это Царь Соломон Вот Это Написано Что Кто Гибор Кто Богатырь Тот Кто Сумел Преодолеть Своё Животное Начало И Лучше Долготерпеливый Чем Взрывной Богатырь И Тот Кто Властвует Над Своим Духом Он Лучше Чем Того Кто Захватывает Город То есть Человек Который Умеет У него Самоконтроль Он Умеет Собо Управлять Это И Есть Богатырь И Он Здесь Приносит Такую Вещь Что Говорит Конечно Представьте Бегуна Который Не умеет Собо Управлять Ему Только Внутри Чуть Тяжело Он Всё Останавливает Штандист Чуть Тяжело Всё Бросает Он Говорит Понятно Что Для любых Достижений В жизни Спортивных Достижений Нужна Внутренняя Дисциплина Умение Управлять Своими Желаниями Своими Импульсами Своими Эмоциями И Он Говорит Тот Кто Научился Управлять Своими Импульсами А что Здесь Происходит Смотрите Вот Сейчас Мы Работаем Над Радостью Значит Если У меня Есть Какой Импульс Который Ведет Меня К Нерадости То Человек Который Управляет И Контролирует Себя Он Останавливает Этот Импульс И Переключает Себя На вещи Которые Ведут Его К радости Так как Мы Не живем В реальности А мы Живем В своем Ходе Мысли О реальности Мы Живем В той Модели Мира Которая Которая Построена Из наших Представлений О мире Каждый Творец Своего Мира Внутреннего И Воспринимает Внешний Мир Сквозь Призму Своего Внутреннего Который Человек Который Управляет Собой У него Есть Такая Позиция Осознанности Режиссера Он Наблюдает За Тем Что Происходит В его Модели Мира В режиме Реального Времени Здесь И Сейчас Если Он Осознает Импульсы Которые Его Не Устраивают То Он Умеет Переключаться Останавливать Это Высший Пилотаж И Он Говорит Тот Кто Умеет Сказать Себе Нет Тот Настоящий Чемпион И Он Выиграл Право Все Время Улыбаться То Здесь Призом Является То Что Каждый Раз Когда Ты Преодолеваешь Какой-то Свой Негативный Импульс Ты В этот Момент Становишься Чемпионом И Можешь Праздновать Улыбаться Что Я Молодец Я Победил Дальше Он Продолжает Эту Идею И Дает Нам Еще Один Новый Элемент Он Говорит А что Такое Супер Сила Он Говорит Такая Идея Очень Классная Это Идея Из Книги Хазоныш Был Великим Мудрец Хазоныш Его Звали Человек Видящий И Книга Называлась Иммуна И Бетахон Вера И Полагание Есть Такая Книга Знаменитая Хазоныш И Он Говорил В этой Книге Так Что Гораздо Легче Сделать Доброе Дело Чем Сдержать Себя И Дать Себе Совершить Зло Значит Гораздо Легче Сделать Доброе Дело Чем Сдержать Себя И Дать Себе Совершить Зло Из Этого В его Высказывания Есть Два Практических Вывода Первый Практический Вывод Что Когда Человек Занят Выполнением Заповеди То Митсва Заповедь Она Вызывает Следующую То есть, когда тебе намного легче включиться в какой-то момент, написано, если у тебя ецерара, злое начало на тебя напало, тогда тащи его в бэтмендраж, начни учиться. Позитивная психология сейчас дошла с помощью нейропсихологии, то есть изучения, как работает мозг, что когда включены контуры высшей психической деятельности, которые задействованы при обучении, в этот момент отключаются ниши вот этих контур, которые управляют рефлексами, которые управляют животными разными инстинктами. Поэтому то, что сказали мудрецы несколько тысяч лет назад, что если у тебя включилось животное от твоего начала, начни учиться, тащи в бэтмендраж, это отлично. То есть, если вы хотите любой психический процесс, который вас не устраивает, эмоциональный, прервать, то начните учиться. Возьмите книжку, откройте, начните там подчеркивать, ну вдумываться, вникать. И как только вы переключитесь в эту информацию, то у вас энергия уйдет из вот той вот негативной какой-то схемы в мозге, в которой она была. Значит, он говорит, ну это первый был вывод, что легче сделать доброе дело, чем остановиться от плохого. Но он сейчас ведет нас в другую сторону. Он говорит, поэтому, когда вы сдерживаете себя, не даете себе рассердиться на кого-то, или на кого-то обидеться, или кого-то обидеть, когда вы не разрешаете себе чувствовать свое превосходство и смеяться над чьими-то недостатками, когда вы побеждаете свою зависть и жадность, вот тогда мы становимся, он говорит, настоящими героями. Это гораздо выше, чем просто сила духа, это суперсила. А какая нас ожидает награда в этом мире и в будущем, мы можем превратить себя в суперлюдей, суперменов человеческого духа. То есть он говорит такую вещь, что если награда за то, что ты отказался от зла, вернее, если отказаться от зла сложнее, чем сделать добро, то и награда за то, что ты отказался от зла выше, чем за то, что ты делаешь добро. Поэтому каждый раз, когда ты остановил себя, не разгневался, переключился, тут простил, тут не обиделся, это такая сила, это такое, ну он назвал это суперсилой, и это повод для радости, то есть это повод, когда ты поднялся, преодолел зависть, преодолел какое-то желание, там, жадность и так далее, это суперсила, так он дает нам интересную мысль, да. Дальше, и третья сегодня его идея, третья его идея называется источник энергии. Он говорит такую вещь, подумайте о силе, которая движет миром. Инергия, которая наполняет все творение, все существующее в этом мире, это сила жизни. Эта сила поднимает нас утром с постели и заменяет усталость бодростью, а грусть и уныние надеждой. Посидите тихонько несколько минут, закройте глаза и подумайте о Творце, «Источните жизни на земле, ощутите на секунду, как он оживляет наше тело, как он дает нам возможность думать и понимать, чувствовать и ощущать. И он вселяет в нас чувство уверенности, радость, счастья и любовь к жизни. Почувствуйте, как воздух вокруг нас вибрирует от его силы, как она наполняет нас, скажите ему спасибо и улыбнитесь». То есть он дает, как я сейчас понял, как мы дальше будем его книжку изучать, он дает нам конкретнейшие лайфхаки, конкретнейшие упражнения, каждое из которых оно соединяет нас с душой, с духовностью, с Богом. И книга так называется «Улыбнись», потому что если получилось, то клик, который происходит в теле, вот это ощущение, что у тебя получилось соединиться с высшей духовностью, со Всевышним, он и выражается в виде улыбки. То есть тебе становится на какой-то момент хорошо. А дальше весь вопрос в том, из каких пазлов ты строишь свою жизнь. Потому что каждый следующий момент – это момент выбора, какую мысль ты собираешься думать, к какой цели ты собираешься стремиться, на что ты обращаешь свое внимание. Если твое внимание, оно все время подключено к тому, что я выбираю, у тебя, видите, «чувс хэппинес» написано, выбери радость, выбери счастье. Я когда-то два года назад, я подумал, у меня какой-то я все время недоволен, что-то у меня вроде все в жизни хорошо, а я недоволен. И я выбрал на тот момент работать над благодарностью, над радостью. Вот уже два года я в этом направлении двигаюсь. И это выбор. Каждый раз, когда фокус внимания улетает куда-то, я говорю себе, все, я же выбираю быть радостным, счастливым, благодарным и жить по Торе. А жить по Торе – это жить в радости, быть благодарным Всевышнему. Это первое, самое главное. И каждый раз, когда ты выбираешь двигаться в этом направлении и делаешь какие-то действия ради этого, то жизнь, она начинает складываться в какой-то другой пазл. И получается так, что если посмотреть на практическую пользу от наших уроков, получается, что у нас, значит, мы в начале, вот эта книга, да, «Жить в радости», она нам объясняет больше про радость и дает такое вот, как сказать, тараническое объяснение тому, что такое радость, зачем, как это работает с точки зрения духовности Торы. Вот эта вот книга, она нам дает лайфхаки, и я попробую даже, наверное, у меня есть такая идея, блин, Эдер, я попробую после урока снимать минутные видео и ставить их рилсы на страницу нашу, на страницу Вайкра в Инстаграме. Очень, мне кажется, это будут такие минутные, с описанием будет классно, ну, такие выжимки, чтобы прямо эти инструменты делать под номерами даже, потому что я думаю, что здесь есть в этой книге, наверное, 200, ну, точно больше 100 вот таких вот инструментов. Но я думал, что мы 100 возьмем из этой книги. И дальше мы переходим к вот этой вот книге, вот эта книга, которая называется «Хэппинес», «Счастье». И здесь в этой книге есть 100 инструментов, 75 инструментов. Мы уже дошли до 51-го, до 50-го. Здесь он дает тоже по одному инструменту. Тоже было бы классно, конечно, сделать по этой книге тоже такие видеоуроки, короткие, минутные. И тогда, получается, человек, который выбирает быть счастливым и радостным, у него всегда будет помощь такая, да, то есть он оп, пазлик, оп, еще пазлик, оп, еще пазл. И он складывает свою жизнь. А если он радостный, у него люди хотят с ним общаться, у него есть энергия, у него есть здоровье, у него есть сила, у него есть энергия, то есть, ну, вообще, все плюсы в жизни быть радостным. Мы уже это выучили. Хорошо, значит, 50-й урок «Lasting Freedom» называется. Ластинг какая-то негибкая, ну, продолжительная свобода, может быть так, «Lasting Freedom», не знаю, как понять это. Сейчас разберемся. Он говорит, со мной была такая история несколько дней перед праздником Песах. Я сидел в парикмахерской, и, значит, это была моя подготовка к празднику Песах. Песах – это праздник, в который празднуют, что Бог вывел еврестий народ из рабства египетского на свободу и дал Тору. Это было 3325 лет назад, и каждый год это является одним из самых важных моментов вообще года. И есть пасхальный седр, каждый год собираются кушать мацу, вспоминая, что ровами мы были, и Бог нас вывел из Египта, из рабства, спас и дал Тору. Он говорит, вот я сижу, значит, стригусь перед этим праздником, стригуться. Это как начало года, выход на свободу. И, значит, в этот момент замыкание и исчезло электричество. Этот, еще один какой-то, ну, клиент, который сидел в парикмахерской, он воскликнул, вот, блин, вообще, что за фигня, что электричество упало опять, нету электричества. Это же ужасно, что такие вещи случаются, сказал он, да? Last in freedom, продолжающаяся свобода. А я ответил ему так, этому человеку, который кричал, что это ужасно. Вот сейчас, сказал я ему, мы будем еще больше ценить электричество, чем ценили до этого, когда оно вернется. Так я ему ответил. И тут я, как бы, сам услышал то, что я сказал. И тут я понял, что именно, когда мы празднуем выход на свободу из рабства, в этот момент свобода и становится тем, что уже празднуют 2325 лет. То есть, все познается в сравнении. И понять, что такое свобода по-настоящему, может только тот, кто понял, что такое рабство. И для него тогда свобода – это нечто невероятное. Свобода для него становится драгоценной. Но когда он все время живет в свободе, то он перестает ценить эту свободу. Он ей не радуется. Чего ему праздновать? Я родился свободным. И он говорит, вот тут как раз я и подумал такую вещь, что каждый раз я сделал для себя коммитмент, да, я сделал для себя такое обязательство. Что когда я буду переживать в жизни, что будет отключаться электричество, я буду моментально в этот момент думать. Вот теперь я буду ценить тот факт, что у меня есть свобода. То есть, он говорит, пускай для меня электричество будет напоминанием о факте, чтобы я оценил свободу. Хотя я сам лично не был в рабстве. И я празднуют выход из рабства раз в году на этот праздник Песах. Но ведь свобода-то – это такая ценная вещь, которая у меня есть, просто я о ней не помню. И тут я, говорит, электричество решил связать в своем восприятии электричество со свободой. А потом я подумал, а почему только электричество и свобода, когда что-то в моей жизни будет идти нехорошо, я буду использовать это для того, чтобы, эти события, для того, чтобы напоминать себе о том, что у меня есть великолепного и хорошего в жизни. То есть, я для себя взял такой коммитмент, пишет он, что обязательства, что я буду каждый раз, когда что-то идет не так, как я хочу, не так, как я планирую, что обычно я расстраивался. А мозг, он пишет, устроен как датабейс, то есть, у него есть хранилище. И каждый раз, когда человек попадает в стресс, то мозг ищет подобные обстоятельства. Получается, что любой стресс загоняет человека в еще больше стресс. Он говорит, а я поставил себе коммутатор, книга называется «Хэппинес», это его инсайты и лайфхаки «Как жить в радости». Он говорит, а я поставил другой коммутатор, происходит что-то негативное, и я обязательно вспоминаю что-то мегапозитивное, что есть в моей жизни и благодарю за это. Что не дает мне провалиться в стресс, а стресс обычно человека проваливает в болезнь, в бессилие, в какую-то негативную ситуацию, скандал, конфликт и так далее. И получается, что оп, он говорит, я для себя сделал вот такой вот вывод. И ты можешь, значит, свой бренд, свой брейн сделать любые новые ассоциации, и сделать тогда, получается, более радостным свое мышление. То есть, ментально соединить минорные frustrations, ту ремангию, чтобы они, всякие минорные, низкие вот эти вот, всякие события, чтобы они напоминали тебе о чем-то великолепном и позитивном, которое есть в твоей жизни. Например, если что-то падает из моих рук, ты можешь моментально воскликнуть, фантастик, гравитация работает для нас, все отлично, гравитация работает, жизнь продолжается, да. Да, и, ну и так далее. То есть, до этого мы в той книге учили очень хороший тоже лайфхак на эту тему. Когда что-то разбивается, то кричат Мазальтов, кричат, типа, удача, удачи. Это вот когда вот в Израиле есть такое обычае, что когда что-то падает, разбивается, все кричат Мазальтов. И, а что имеется в виду, почему это удача, когда что-то разбилось? И это Раф Шалумаруш, он тогда такой дал интересное объяснение, он говорит, что если что-то разбилось материальное, то это удача, что не разбилось, не сломалась рука, не сломалась нога. Что ты, что в этот момент должно было произойти что-то неприятное, но вот эта неприятность, она произошла через то, что разбилось что-то. И оно меня спасло, теперь я буду более осторожен, я поблагодарю Всевышнего, задумаюсь, где что не так сделал, сделаю шву, раскаюсь. То есть это для меня тоже такой напоминатель, ремейндер о том, что, то есть я кричу Мазальтов, удача, что мне сейчас эта штука напомнила о том, что насколько я счастливый, насколько должен благодарить Всевышнего и насколько должен исправлять свои пути. Все, удачи, успехов, всем всего хорошего. Напоминаю, что сегодня будет первый раз в 12.30 для спонсоров и для партнера ВАИКРа будет урок уже, короткий урок будет по воскресеньям, по Аллахе, по законам Торы уже, да, и потом с ответами на вопросы. Блин, Эдер, сегодня попробуем в 12.30. По зуму должны разослать ссылочку. Вот, а потом мы будем эти уроки всем выставлять для всеобщего просмотра. Постараемся сделать из них такие аккуратные, ну вот, чтобы это было удобно пользоваться. Все, мы продолжаем строить школу, онлайн-школу «Жизнь по Торе». Благодаря вашей поддержке, спонсоры, партнеры, друзья ВАИКРа, значит, слава Богу, есть возможность развивать, развивать нашу онлайн-школу. И с Божьей помощью будем увеличивать количество уроков, чтобы каждый нашел свой личный путь к Богу, используя знания Торы, которые получили от пророков. 3325 лет назад Машарабейну получил Тору на горе Синай. И, значит, Тора, она это свет и знания для всего мира о том, как от Творца Мироздания. Все, всем удачи, успехов, с тем встречаемся до нас в 30, а с тем завтра. Все, всем удачи, успехов, до завтра, пока.